Привет-привет, мои дорогие красавицы, девочки. Меня зовут Лилия Донскова. И сегодня я вам покажу классный макияж. Недавно придумала и просто как будто вклеилась в него. Не могу остановиться, все время им пользуюсь. А базой в этом макияже является такой стик из серии Giordani Gold. И он называется, по-моему, розовое сияние. Ну, вы поймете, есть там бронзовый, а есть такой с розовинкой. Какой он, оказывается, классный. И сейчас покажу, как я с ним делаю макияж. Уход за лицом я уже сделала. Мне осталось только наложить тон. Я буду использовать тон из серии The One, Aqua Boost. Один из моих любимых тональных средств. Беру каплю и пушистой кисточкой быстро-быстро распределяю по всему лицу. Далее беру кисть, вот такую плоскую, упругую, и беру палитру маскирующих средств и быстренько маскирую вот эти синие места, которые дают тень. И появляется ощущение, что у меня синяки под глазами. На самом деле их нет, просто очень тонкая кожа и проходит венка. Так, капельку сверху. Готово. Далее беру кисть пушистую и беру пудру из серии The One. Такую пудру. И слегка-слегка, просто быстренько прохожусь по всей коже. Такой макияж он делается очень быстро, на лето. Он просто такой невесомый, легкий. Можно с ним заниматься спортом, ходить на прогулки. И чтобы на жару не доставало. Далее беру мою любимую палетку с хайлайтером, с румянами, с бронзатором. И быстренько, легким-легким прикосновением кисти я наношу немного хайлайтера. Прям чуть-чуть, потому что его легко переборщить. А нам переборщить никак нельзя. Тут же беру, смешиваю все три вот так вот кисточкой прям. И наношу легонько, румяно. Опять смешиваю легонько. Чуть-чуть оттеняю лицо, просто показываю, что у меня лицо свежее, молодое, красивое. Немножко бронзатором пипку носа вот так вот прячу, потому что хочу сделать нос менее таким выпирающим. Чуть-чуть в подбородочек прохожу, чтобы показать четкий контур лица. И немного в волосах. Так как я без челки, то надо показать вот этот переход, чтобы он был таким незаметным. И ушки, чтобы они не выделялись. Так. Все, лицо готово. Следующий этап. Я беру стик, про который я вам говорила. Сейчас возьму палетку, вот эту большую открою. В нее так удобно краситься. И смотрите, что я делаю. Ай, ну так пахнет вкусно еще. Я беру такими мазками, наношу на подвижное веко. Сразу с двух сторон, быстро. Делаю все быстро. Беру пушистую кисточку, вот такую вот кистюльчку. И аккуратненько растушевываю оттенок, чтобы он лег равномерно. Смотрите, он такой интересный цвет дает, какой-то с рыжинкой. Так, растащила быстренько. И он является прекрасной базой под тени. Далее беру тени. А мне очень нравится эта палетка Варими. И мне нравится вот цвет такой, какой-то оливковый, прохладный, какой-то зеленый, серый. Очень сложный цвет. И я тоже беру пушистую кисточку. А, кстати, перед этим еще одно движение сделаю. Таким же блестящим карандашом, водостойким. У вас он тоже может быть. Или вы можете его заказать. Я подвожу чуть-чуть нижнюю часть, прям в ресничках, нижнюю часть века. Вот так вот подвожу быстро. Это буквально вот раз-два движения подвела. Закрываю. А теперь беру вот эту толстую, пушистую кисть, набираю тот самый цвет, который я вам показывала. И аккуратненько добавляю цвет немного. И за счет того, что он не очень яркий цвет, а он такой вот полупрозрачный. И я его сразу вот тушую. И он получается таким вот мягким-мягким переходом. Смотрите, как прикольно. Вот я буквально дотронулась два раза. У меня за счет того, что внизу идет подложка, вот этот стик. А сверху тени тоже, они не очень яркие, полупрозрачные. И нужна еще острая кисточка. Ей я беру этот же цвет. И внизу карандаш растушевываю. И соединяю с тенями. Так, вот аккуратненько. Так. Все, соединила. В этом макияже нужно еще помнить, что надо взять самый светлый цвет. И чуть-чуть проложить в уголочки глаза. Внизу соединить. Чтобы не было такого, что здесь накрашено, а здесь нет. Всегда линии нужно вот соединять и убирать резкие границы. Чтобы все было красиво. Следующий глаз. То есть уже у нас тут что-то очертилось, да? Аккуратненько растушевала все. Беру следующий. Этот же цвет. И делаю следующий глаз. Второй. По счету. У меня их всего два. А у вас? Так. Нанесла. И аккуратненько втушевываю. И вы видите, я не забираюсь за середину глаза. То есть чтобы глаза были такие вот раскрытые. Раскрытые, раздвинутые, да? Переносится. Темный цвет я наношу на внешний край глаза. Вот в общем-то и все. Потом первой кисточкой пушистенькой я набираю самый светлый оттенок. И аккуратненько прохожусь до брови под бровью, чтобы выровнять цвет кожи. Ой, надо брови чуть-чуть подкорректировать. Вот. В общем-то все готово. Если сюда добавить еще стрелки, будет очень еще красиво. То есть еще красивее. Ну и мы сейчас накрасим ресницы. Стрелки я делать не хочу. То есть такой макияж легкий, спортивный, девичий. Останется только бровки еще сделать. И все. Ресницы подкрашивайте 2-3 слоя обязательно. Вот прям открыла вчера свеженькую тушь 5 в 1. О, какой кайф, а? Вот просто дотрагиваюсь, и у меня появляются ресницы. Все-таки, чтобы я не пробовала какую тушь, я все время возвращаюсь к этой, потому что она самая классная. Вот первый слой прошла. Все время ныряйте в тушь. И тушь набирать нужно вот такими движениями круговыми. То есть многие вот так делают. Воздух туда только загоняете с грязью, с пылью, и все. Все. Просто вращательное движение. То же самое здесь. Аккуратненько подбираюсь мелкой стороной щетинок прям к основанию роста ресниц, чтобы не поцарапать глаз. Так, тушь добавилась. И вот первый слой сразу нужно разделить. Реснички, чтобы они сразу уже были такие разделенные. Ой, ну какая прелесть, смотрите. Смотрите, одно движение руки и уже глазки такие сразу очерченные становятся, выразительные. А теперь я беру длинной стороной щетинок и начинаю вот так вот снимать тушь на реснички. Легкое зигзагообразное движение, чтобы они не склеивались. И тут же подвиваю, смотрите, подняла. Вот так вот поймала их все. Придавила чуть-чуть. Сразу им форму задаю такую, чтобы они легли. Уже 10 минут целых крашу, но это с болтологией. Обычно я за 10 минут уже делаю все. И брови, и губы, и полный макияж. Так, и второй слой прохожусь по второму глазу. То есть уже ресницы заметно стали более выразительными. И делаю то же самое. Аккуратненько. И нижние реснички. Нижние у меня такие еле заметные, но с тушью хотя бы они как-то проявляются. Так. Главное не переборщить. И вот так. В общем-то все. Глаза готовы. Осталось сделать бровки и губы. Для бровей я использую нашу палетку. У меня от нее крышка отломилась. Вот такая палетка. И обязательно скошенная кисточка. Где моя любимая кисточка? Вот такая вот кисточка. Тонкая, скошенная. Очень упругая. И я аккуратненько наношу немножко теней. А потом еще тушью для бровей быстренько расчесываю. И готово. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok